Приветствую вас. Ну, с точки зрения психологии, речь идет скорее о том, что вы поддерживаете не совсем адекватный сценарий поведения и сценарий своей жизни. То есть, в том смысле, я пытаюсь сказать, что вы развелись с мужем, что уже как бы говорит о том, что есть некоторые проблемы. Вот. Вы развелись с мужем, значит, у вас есть некоторые сложности в общении, у вас есть некие сложности в взаимодействии, вот, с вероятно, ну, мужчинами, да, и есть какие-то вот паттерны поведения, которые привели вас к тому, что в начале, в начале, в начале вы развелись с мужчиной, вот, а теперь, теперь вы вновь с другим человеком, который тоже не дает вам, и именно вам не дает того, что вы хотите, а именно отношений, да? Из чего можно сделать вывод с точки зрения психологии, именно с точки зрения психологии, из чего можно сделать вывод, что у вас есть сложности с построением гармоничных отношений. Раз, первый мужчина, который был вашим мужем, и с которым у вас ничего не вышло, судя по всему, да, то есть как бы вы развелись, вот, и ваш текущий мужчина, как мужчина, который тоже не дает вам того, что вы хотите для себя, ну, для вас, для себя, для вас, не вас, не вас, вот. И я думаю, что в первую очередь стоит проанализировать вашу модель поведения, и то, как вы себя сами, да, презентуете. Это первое. Второе. Если мужчина не хочет того, чтобы вы сблизились, если мужчина не хочет серьезных отношений, если ему нормально, грубо говоря, и так, что, я думаю, что заставить его, заставить его практически невозможно. Если только, если только у вас не получится продемонстрировать человеку, что, значит, вступив с вами в отношения, ему будет лучше. То есть только если вы не покажете ему, что он что-то получит от вступления с вами в отношения. Потому что, значит, в противном случае у него нет никакой мотивации с вами общаться более близко. Понимаете? Какая штука. Вот. Это, конечно, неприятно. Это, конечно, не очень здорово, но, тем не менее, это единственный, единственный способ. Я не думаю, что ссоры, которые у вас происходят, приближают его к мысли о том, что с вами нужно быть в более близких отношениях. Я не думаю. Скорее наоборот. любая ссора, да, она лишь только отдаляет вас от этой самой позиции. Ну, потому что зачем ему находиться с вами в отношениях, если ему хорошо и так. И при условии, да, при условии, что вы ссоритесь. Как бы. то есть, вот, именно, именно при том условии, что у вас возникают, ну, конфликты, конфликты. Да, конфликты какие-то. Вот. Я думаю, это исключительно вопрос с его мотивацией. Так. С мужчиной общаемся четыре года без обязательств. Есть чувства, они обоюдные, но если я с твоей стороны готов, так как хочу пробовать больше, он с него не смотрит далеко. А вы готовы к чему? Мы общаемся редко, даже если ты написать два раза в неделю. И реально. Второй, как правило, из-за ссор. А из-за чего ссоры возникают? Ну, 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 то есть, вот, а... Причины, ээээ... Причины ссор, они из-за чего? Какие у вас основания для, ээ... Кому, ну, для конфликтов. Вот. То есть, из-за чего вы ссоритесь, если вы даже фактически, как я понял, вместе не жили. Никогда. Вот. То есть, мне кажется, это то, что вам необходимо для себя выделить. Выделить и выявить. Вот. Вот. Ссора – это проблема. Понимаете? Ссора – это на самом деле серьезная проблема. Вот. Если вы ссоритесь уже на том этапе, да, вот, когда… Ага. Вы еще вместе по факту не живете. Дальше. Провели вместе время? Хорошо. Ну, так вы на протяжении четырех лет, если я правильно вас понял, вы на протяжении четырех лет общались таким образом. И… Да, наверное… Наверное, мужчину действительно устраивает подобный подход. Наверное, мужчине действительно нравится так… Ну, вот, такой формат встреч. В темные попытки он воспринимает, как ненужные ему эмоции, либо претензии. Ну, здесь, конечно, надо бы посмотреть то, как именно вы выражаете свои эмоции. Потому что, вполне возможно, что вы можете выражать их именно как претензии. Даже сами, в общем-то, не желая того. Вот. Здесь надо бы освоить, наверное, бесконфликтное общение, бесконфликтная форма диалога. Чтобы человек не думал, что вы пытаетесь, там, претензии, чтобы человек как-то более адекватно, да, понимал то, что вы пытаетесь до него донести. Вот. Для этого, в принципе, можно поисследовать. Например, я сообщил в интернете просто. А в виде я сообщил. Я думаю, что это в качестве, ну, в качестве первого, так сказать, знакомства с такой позицией было бы здорово. Вот. Дальше идём. Следующий момент. Вы пишите про то, что человек занимает позицию, что ему никто ничего не должен. Ну, понятно, что здесь речь идёт, скорее всего, о защите. Но, если мужчина сам не отдаёт себе отсчёта в том, что это защита, то вряд ли вы сами сможете его в этом переубедить. Будете только нарываться вот на, ну, на такого рода защиту. И всё. Вот. Поэтому, опять же, вы либо показываете и демонстрируете человеку, что быть с вами – это хорошо, что отношения с вами – это здорово, либо не делаете ничего. Потому что других вариантов здесь нет. Прямо вы ему уже об этом говорили. Вот. На всякий случай, если у вас возникнет вопрос, как демонстрировать человеку, что отношения с вами – это хорошо, я могу привести, например, ну, такой пример могу привести. Вот. Просто взять на себя ответственность за то, что человеку было бы приятнее разделить с кем-то. Я понимаю, что это достаточно тяжело, я понимаю, что это непросто, но если вы хотите, чтобы он был с вами в отношениях, кстати говоря, зачем, зачем, почему вы этого хотите, то это вот вариант. Дальше. Но ведь, с другой стороны, она имеет место быть, ведь я тоже начинаю давать отпор, когда она меня отдал. Не очень понятно, что, вот, что вы здесь написали, да, то есть, смотрите. Вы пишите, позиция «Никто никому ничего не долгит», это у него, да. Но ведь, с другой стороны, пишите вы, она имеет место быть, тут противоречие. Вы говорите, что позиция «Никто никому ничего не долгит». Она есть, ты чего пишите, но в другой стороны, она имеет место быть. И дальше, ведь я начинаю давать отпор, когда она меня отдал. Не очень понятно, что вы здесь имели в виду, но я хочу сказать, что когда вы даете отпор человеку, вы, вероятно, чувствуете какую-то угрозу, ну, для себя. Вот. И с этой угрозой, на мой взгляд, нужно работать. Понимаете? То есть, вам, вам необходимо для себя определить, в чем угроза именно для вас, что вы начинаете давать отпор, как вы говорите. Вот. Это очень важно, на мой взгляд. Дальше. Так, я тоже никому ничего не должна, и ему не должна, но хочется просто, чтобы желание возникало, а не страх, что посягает на свободу. Здесь личная граница, здесь работа с личными границами, она не нужна. Ага, то есть, это разграничение ответственности, за что ответственный я, за что ответственный другой человек. Как мягко склонить его к иному формату? Никак, только мотивация. Предложить конкретный вариант, и дать подумать, нет, это его опугнет. А, понимаете, его возручает видщик, он начинает серьезно говорить. Он сразу закрывается, он сейчас нормально, все могут делать в этой ситуации. Сказал, нужно определиться с глобальными конечными целями, для чего вам это нужно. Вот. Потому что если у вас есть просто чувство к человеку, допустим, то вам достаточно просто делать его счастливым. И все. Если вы хотите чего-то для себя, то опять же, об этом нужно говорить. То, что хотите вы. От первого лица. А не давай с тобой что-то сделаем. То, что мужчина не был женат. То, что он никогда не был женат. И то, что он ни с кем не жил, а у него были только женщины, которые называют их пассиями, что тоже, мне кажется, таким психологическим моментом, это как бы попытка принявить, как мне видят женщин. Вот. А, значит, это говорит о том, что человек, опять же, просто, возможно, не умеет с кем-то жить. Не умеет дать ответственность другого человека. Не умеет и боится. Это человек, не подходящий для отношений серьезных сейчас. И он может подходить для отношений при условии, если будет проведена, например, работа психотерапевтическая с ним по его желанию. Вот. А если человек не хочет меняться, то как вы его можете заставить это делать? Только через мотивацию. Вот. И вы пишите, что уже тут понятно, что системы разные системы взглядов. Да, очевидно, системы разные. Системы взглядов разные. Не совсем понятно, в каком контексте вы это написали. То есть система взглядов разные, и вы понимаете, что это не ваш человек, или система взглядов разные, но вы понимаете, что... что? То есть как бы, ну вот, к чему вы это написали, что системы взглядов разные. А как он относится к вашему сыну, например? Это тоже очень важный момент. Потому что у него сын подростковый возраст, и такой достаточно критический период. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.